Дорогие друзья, всем бодрое, доброе утро. Начинается оно у нас сегодня в Анталии с таким замечательным видом. Не знаю, мне во всяком случае этот вид нравится. Сегодня так замечательно мы здесь выспались, потому что номер большой, он очень хорошо проветривается. Всем привет! И сейчас такое насхождение, смотри, тут на эту пешеходную улицу. Знаете, когда вчера так вечером здесь было много-много народу, а с утра практически никого нет. Вот где Лафа. Сегодня у нас планы такие. Мы хотим доехать до магазина 5М Мигрос. Обещала я вам его показать, я вам его покажу. Потом во второй половине дня мы хотим просто здесь погулять по парку. Ну, а сейчас, как всегда, утро начинается у нас с турецкого завтрака. Надо сказать, что не заблудитесь. Смотрите, здесь как все понятно. Подписано на каком-то же ресторан, на каком-то же бассейн. То есть, ты даже если языка не знаешь, все равно найдешь. Мне нравится. Симпатично, да, сделано? Зеркалами все отделано, ажурной такой сеточкой. Свежий, высший, это сок, 10 лир. 10 лир? Чуть меньше, чем 2 доллара, да? Ну, как и везде. Сейчас посмотрим с вами, что у нас здесь на завтрак. Кондиционер работает, это уже хорошо. Так, кофе можно сделать. Молочко есть. А, ну, это соки, типа, разведенные юпи. А у нас так раньше было, Вань, всегда. Сухие завтраки вот так вот, смотрите, сделаны, да, Вань? Мой любимый. Вот этот, ну, бери себе, накладывай твой любимый. А что, чем будешь завтракать-то? Мед в суток есть. Мой любимый. Я сейчас возьму фрукты у нас здесь. Абрикосы. Абрикосы, персики и сливы. Что здесь? Пойдем посмотрим, что у нас здесь есть из еды. Есть арбузик, есть дынька, есть вот такой вот фруктовый салатик. Оливки. Много видов оливок. Сыр. Здесь охлаждаемая поверхность. Ага, охлаждаемая поверхность, охлаждаемая стола. Сыр нескольких видов. Это что-то салат катит на основе сыра. Зелень. Много зелени. Здесь больше, мне кажется, еды? Больше еды. Ваня, кажется, что здесь больше еды. Так. Да нет, Ваня, она просто расставлена по-другому. Изюм у нас тоже есть. Курага тоже есть. Инжир тоже есть. Есть джем, печеньки сухие. Но здесь, кстати, смотрите, вот такие вот джемы все в упаковках. У нас-то они так стоят, вот в таких вот чашках. А здесь и в упаковках, и в чашках есть. Можно сделать себе бутерброды горячие, есть супчик, томатный суп. Почему-то вот всегда в Турции очень часто томатный суп. Да, и последнее, что у нас здесь есть, яйца 5 минут и 10 минут. Что-то непонятное. Омлет. Здесь шпинат и колбаса. Мои любимые картофельные крокеты, омлет. А еще что? Блинчиков нет моих любимых, получше. Блинчиков нет. Булочки. Какие-то еще булочки с шоколадом. И вот такие вот круассанчики. Но круассанчики очень вкусненькие, я прям вижу. Ладно, у меня картофельные крокеты. Ну, бери тарелку и бери картофельные крокеты. Вот таким вот образом здесь выглядит ресторан. Уютный. Уютный, мне нравится. У них вот эта вот плиточка. Плиточка, как ковровая дорожка. И потолок тоже интересно сделает. Кто-то яйцо, что ли, арабство? Что, Вань? Кто-то яйцо, что ли, арабство? Наверное, огонек. Итак, турецкий завтрак у меня. Яичница. Ну, яичница, омлет, как вы хотите назовите здесь. Булочка. Шпината чуть-чуть взяла. Зелени. У Вани два яйца взяли неудачно в сметку. Ну, там, походу, они все в сметку, потому что, я смотрю, другие тоже такие же. Чай, яйцо. А у бабушки истинное наслаждение. Круассаны разные. И изюм, и курага, и сыр. И, в общем-то, у них несколько видов кофе здесь. Мока я символила кофе. Есть еще в ресторане вот такая вот открытая терраса. Но это, знаете, наверное, больше для тех, кто курит, потому что курить в помещении нельзя. И вот такой вот вид сейчас на просыпающейся Анталию. Так, идем мы в такси. Сейчас сказали по таксометру. Мы поедем. Машинки мне здесь нравятся. Очень вместительные. Чуть я не могу открыть. О, открыла. По таксометру. А, мне открыли. Ну, а здесь у нас прям совсем рядом. Ехать совсем рядышком. Вот эти, конечно, вот. Вот таким вот образом выглядит 5М Мегрос. Ну, так вроде бы внешне он не сильно большим выглядит. Но посмотрим, что там внутри. Видите, да? Бойнер, Вайкики, Зара. Ух ты! Очень все работает. Магазин с 10 до 23. Да, в общем, магазин с 10 открывается. Но здесь есть Миде Пойнт. Называется ресторанчик. У него можно пройти раньше. Посидеть с комфортом здесь, подождать. И вот здесь я понимаю меню. Видите, здесь хотя бы нарисованы эти картинки. Ты хотя бы понимаешь, что тебе подадут. Большой салат. Цены вот такие вот. Салат с курицей 37. Манго есть, чай. Можно попробовать. Ну, во всяком случае, здесь хотя бы подождать можно. А я какой-нибудь коктейль, кстати, молочный хочу. Сейчас поищу есть здесь. Да, милк шейк. Классно. Мандариновый, вишневый. Даже с бергамотом есть. Вот это да, бергамот. Очень вкусный здесь шоколадный коктейль. Но, кстати, в Макдональдсе мне понравился больше. Ну, здесь тоже вкусный. Неплохой. Но он такой огромный, что я его даже допить не могу. Не могу осилить. Но мы сюда зашли же, чтобы перенуждать время. Чтобы мне понравилось. Очень уютно. Уютно, атмосферное место. Так, зашли мы с вами в магазин. Я хочу сказать, после Марка Анталии так вообще красота. Марка Анталии вчера. Ну, может быть, сейчас раннее утро. А вчера было очень много там людей. Да, здесь, кстати, сам по себе большой мигрос есть. Типа нашего Ашана. Потом, может быть, если время останется, мы зайдем посмотрим. Мам, ну, мы, в принципе, здесь же вчера все увидели. В Марка Анталии ты же здесь все ничего не подобрала. Или хочешь походить, посмотришь. Это у нас Катон. Но здесь, ты знаешь, выкладка получше. Он сам по себе побольше. Пойдем. 40 лир. Такие футболочки. Вижу, что-то похоже. Но это же Катон. Мы вчера были. Пойдем дальше. Катон, он есть вот на той улочке, на которой мы остановились. И мы вчера уже и там были, и в Марка Анталии были. Если кому-то интересно, обзор я вчера уже на него делала. Поэтому сегодня мы здесь останавливаться не будем. Потому что мы ничего не подобрали. Здесь сразу же при входе вот сам 5М Мигрос. Пойдем на... Как мы будем ходить? Пойдем по кругу. Слева. Потом туда, направо. Сколько здесь получается? Три этажа получается, да, здесь? Где? Это не знаю. Сеть вот такая. Дива. ДиваРес, что ли? Такой даже не знаю. Давай посмотрим. Босоножечки у нас здесь. 249 лир сейчас со скидкой стоит. Не нравится такие? Так, мужской отдел, мужские костюмы. Вот смотрите, вот смотрите, сеть впереди идет Бойнер. Бойнер. Бойнер это такая сеть, где объединены многие бренды. То есть продается все в одном. Вы не ищете, где-то отдельно ходите что-то. А тут можно встретить и пола асам, и в общем, разные. Здесь начинается все с косметики. Ланком. Что? Я не понимаю. У Юсупала асам и главный цвет. Это красный, да, что ли? Вань, ну откуда я знаю, какой главный цвет? Я понятия не имею. Юсупала асам. Юсупала асам. Так. Здесь вот такие вот рубашечки встречают, блатнички. Там Юсупала асам. Со скидкой 49 лир. Мам, там Юсупала асам. Вань, это Юсей. Ну, Юсей. Юсей. А ты что говоришь? Я даже не могу понять, что ты говоришь так. Шорты 99 лир. Ну, я называю Юсупала. Здесь как-то что-то вперемешку. Мужское и женское. Вон там женское, что ли? Подожди, здесь мужское. Здесь мужские эти рубашки всякие. 84 лиры. С эти шорты с 50% скидкой. Вот такие вот мужские. 94 лиры. Такие стоят. Так. Мы пойдем сейчас в женский отдел. Посмотрим. Курточки пола асам, кстати. 649 лир такая куртка стоит. Так. Ну, вот здесь вот сумку можешь спокойно смотреть. Потому что вот здесь должны быть хорошие сумки. Смотрите, здесь золото я нашел. Смотрите, я золото. Это большовато. Это большовато. Я хочу посмотреть ценник, кто не... Они серые, они никак не... Да, я посмотрю. Черное это. Так. 236 лир. 236. А была 590. Видите, со скидкой сейчас эти сумки. Вот такая. Сколько сумочек стоит? Томми Хайл Фиггер, что ли? 554 лиры она сейчас стоит. А стоила 924 лиры. Ну, это такие вот летние варианты. Кельвин Кляйн 599 лир стоит. Томми Хайл Фиггер 352 лиры. Вот такая стоит. Что? С полуасом. Вот симпатичная маленькая сумочка. 342 лиры стоит. А уже будет носить на шиву там. Вот примерно вот такое и тут меньше. Ну, это вот, знаешь, вот я такие не очень люблю, потому что вот, ну, неудобно отсюда добираться. Сперва это нужно вот открыть кверху. С замочком, ну, вот проще, когда просто сразу сверху замок. 429 лир такая стоит. Сейчас давай посмотрим повнимательнее. Вот, допустим. Ну, это нет, по качеству не очень. Ну-ка, а вот это что такое? Вот, вот, мам, вот такого плана надо. Смотри, 529 лир. Ну, она не... Не-не, ну, это не кожаная. Маленький? Не-не-не. Нет, а форма вот у нее как раз-таки. Сейчас Оксана у нас посмотрит, но мы ей не покажем, что мы ей на день рождения выберем. Покажем только то, из чего выбирали. Так, а вот это что? 594 лир, а стоило 849 лир. Вот такая, смотри, маленькая. Ну, прям совсем маленькая. 549 лир. Смотрите, сколько получается. В районе 6000 сумками закончили. Идем в купальники и в шляпы. Сейчас вот шляпу дай, посмотрю. Что за шляпа такая? 84 лир такая стоит. Огромная шляпа. Ой, а купальнички-то какие симпатичные. Ну-ка, сколько такой купальник стоит слитный? 179 лир. Умножаем на 11. На 11. Все умножаем на 11. Вот это, кстати, купальники здесь с 50% скидкой. 166 лир такой купальник стоит. Кстати, симпатичный. Вот такой вот с морской тематикой. Здравствуйте. 137 лир. Вот такой вот я бы себе посмотрела купальник. Симпатичный. Так. Здесь все в пайетках купальники. Я все время выдумываю. Насколько удобно в таких купальниках отдыхать. 193. 193 лиры такие купальники стоят. А, вот. 50. Нет, это большая чашка. Чашка. Small. Да. 44 лиры. Да, да. 44. Спасибо. В общем, взяла целое море купальников. Хочу померить. Цены хорошие. Сейчас на купальниках. Здесь кофточки по Асенс с 50% скидкой. Купальник, что-то ни один не подошел. По 78 лир. Сейчас посмотрим, что здесь у нас выберет мама. Платье тоже с 70% скидкой. 214 лир. Вот такое платье. Майки с 70% скидкой. Какие бы узкие майки. 97 лир. Поболочки. Так, я не вижу бабушек. Нет, тебе надо 44 как минимум. Там прям плюс 6. А мне вот это вот очень понравилось. Наверное, маловато будет. 69,95. Цвет красивый лучше. Пойду посмотрю. Ну-ка, Ваня, дай выйду. Вообще вещи здесь красивые. Смотрите, коралловая. Здесь такая же маечка. Я вот такие люблю. Вот это вот вообще чисто из хлопка. Легкая. Вот это вот как бы уже качественные такие вещи. Сейчас я посмотрю, Ваня. Если мне что-то подойдет, то я обязательно куплю. Я же не буду покупать просто так. Лишь бы купить. Давай гляну. Ваня. А, вот у них зеркала. По зеркалам. Сейчас пойду гляну, как она выглядит. Опа. Но черешка осталась. Синий цвет, но она все-таки не мой цвет. А так сделана она симпатичная. Мне нравится. Может быть, коралловая, кстати, 53. Сзади немного те все в паидках, как у Мерлин Монро. Да? 53. Сколько стоит такое? Стоило 595. Сейчас 357. Ну, здесь вот такие вот. Праздничные. Ну, такие уже не модные. 389. Ну, кому модные, кому не модные. Здесь разные есть. Вот платьица. Пойдем. Ну, здесь, понимаешь, ты так хочешь наскоком. Здесь надо быстро не получается. Здесь нужно мерить, ходить, искать. Вещи хорошие. Очки с 50-процентной скидкой. Формы я не вижу красивую. Пошлите. Пошлите. Пошлите, не думайте, что пошли. Не-не-не-не-не-нет. Вышли, идем. Жильцы 44-й, то есть эти понравились шорты. 44-й размер. Ну, это 50-й шорты. 44-й, это 50-й. Тебе надо 46-й. Пола-гараж. Пойдем зайдем, посмотрим. Ваня увидел свою любимую массажную кресло. Ваня, у меня мелких нету, Лир. Нет. Я все карты сейчас везде платила. С картой удобно. Не нужно с собой ничего такого. Носить, думать. Над курсом. Вот рубашечки, мам, симпатичные. Можно вообще просто активировать у тебя на телефоне Samsung Pay. И даже не надо будет карту доскать. Вань, знаю, Вань. Я хочу понять, сколько стоит вот эта рубашка. Можешь найти ценник? А, вот он болтается. Рубашечка хорошая, легкая. 450 лир. Но это в районе 5000 лир. И все маленькие. Сарафанчик. 273 лиры. Знаете, сейчас уже... Как будто бы там сетка. Маленькие размеры. Вот здесь, наверное, побольше, мам. Вот большие платья висят. Это лен. Ну, кстати, я лену чуть не особо люблю. 256 лир стоят вот такие платьицы. Ладно, пойдем дальше, раз размеры маленькие. Что же теперь делать? Да, да, да. Индерим, индерим, индерим. Так. Что это такое? Ёлши, что ли, называется? Ну, это у нас купальники. Ну, собственно говоря, на этом у нас первый этаж заканчивается. В другую сторону. Зара. Ну, Зара, я думаю, что ты там вряд ли себе что-либо найдешь. Давайте мы на втором этаже поднимемся. Давай, может быть, на первый сперва, а потом на второй. Зара. Да. А ты сказала, в Зару-то, что заходите? Нет, я тебе говорю, что ты здесь, в Заре, вряд ли себе что-то найдешь. Тебе все-таки такие более вещи нужны. Куда? Наверх? Внизу сейчас поедем. Внизу посмотрим, какие есть магазины. Ну, и потом еще верхний этаж. Так, нижний этаж. Нижний этаж. Это тоже Зара, только детские вещи. Мужские костюмы здесь же продаются. Еще какая-то мужская одежда. Так, Мави. Здесь есть тоже большой отдел Мави. Но Мави мы тоже уже ходили, смотрели. Поэтому мы туда не пойдем. Нам там сейчас ничего не нужно. Но если кого-то интересует, то предыдущее видео было с Мави. Так, здесь что еще такое? Мудо-сити. В общем, тоже. Тут и одежда, и товары для дома. Идем дальше. Просто показать, вот что на первом этаже. На минус первом этаже. Все, вот, собственно говоря, первый, минус первый. Сейчас мы едем с вами на третий. Посмотрим, что у нас на третьем этаже. А так здесь, видите, с детьми занимаются. Можно внизу ребеночка оставить. Он будет по песочку бегать. С горки кататься. Вань, хочешь здесь остаться? Нет. А, вот Пол Ассент. Сам магазин Пол Ассент, кстати. Внизу. Пойдем посмотрим. Может быть, здесь ассортимент побольше, чем в Марканталии. Так, людей здесь меньше, но ассортимент не больше. 75 лир. Вот эти вот футболочки стоят. Ну и третий этаж. Здесь, смотрите, посуда для дома продается. Самсунг. А? Ну, посуда пойдем обойдем, что на третьем этаже. Самсунг, офис Водафона. Адел. Адел. Адел, Фло, Коллинз, Мак. Магазин так. Ну, здесь тоже футболки. Вот каких-то таких очень красивых платьев, да? Вот мама хотела себе женственное какое-то такое платье. Мы не увидели. Я имею в виду не летнее, а ей вот навстречу выпускников, допустим, она хотела поехать купить себе красивое платье. Пока что еще не встретили. 279 лир. Ну, это понятно, что настроено. В общем, этот магазин, все сети какие-то. Вот есть представлены. Марк энд Спенсер я здесь не увидела. А вот в Аутлете Дипа там был. Вот если кому-то интересно, вы можете там обзор посмотреть. Почему пахнет манной кашей? Пахнет Макдональдсом, Ваня, не манной кашей. Где чехлы продаются? Там слева где-то Макдональдс, видимо, находится. Терган какой-то. Пойдем посмотрим. 100% нет, в Макдональдс мы не зайдем. Ваня, ты мне с этим Макдональдс, но давай нормально что-то ел. Здравствуйте. Чемоданчики. Обувь. Вот, вот эта вот обувь относительно флэл мне уже нравится. Вот это красивая обувь. Ну, на мой вкус. Красивая, качественная. Не пойму, сколько стоит. Вот симпатичные такие тапочки-кроссовочки беленькие. Это 292 лиры, да? Да, да. А, этот, Фоти. 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 290 лиры. Тапочки вот такие вот кожаные. 269 лир. А, подождите. Это артикул. 899 лир. 899 лир. А вот эти же сколько тогда стоят, получается? Я неправильно посмотрела. А, это 1169 лир. Понятно. Поэтому я и... Какие красивые. Очень босоножки. 1249 лир. 749 лир. Цена, что-то космос. А сумки... 1159 лир. 929 лир такие сумки. Ну, вот, собственно говоря, это всё, что здесь есть. Есть ещё магазин большой продуктовый. Сейчас мы в него зайдём. Я думала, здесь хоть какие-то, может быть, кожаные магазины. Такого здесь нет. Но зато есть все сети. И Ванюска вон там в рекламе. И раз уж мы сюда приехали, посмотрим с вами, что из себя представляет большой мегрос. Эти нектарины 8. Первый раз в жизни мне охранник сказал в магазине, что нельзя снимать. Ну, я так всё равно немножечко пройдусь, что здесь товары для дома. Ну, ну, в общем, как наш большой Ашан. Полотенчики. Ну-ка, сейчас пойти, посмотри, сколько полотенчики стоят. По 44 лиры полотенчики. Часа отечественников интересуют в первую очередь. Сладости вот эти вот в мегросе. Сейчас посмотрим, где здесь ценят. Щербеты по 64 лиры. Вот эти вот сладости на развес по 46-64. В коробках, конечно, не всегда вкусные на развес. Ты видишь хотя бы, что ты покупаешь. Что лежит в коробке, не знаешь. Вот они, цены на коробке. 12, 15, 18 лир. Вот приправы, да? Да, приправы. Мне надо взять, кстати, может быть, Наталья Павловна, мы в гости поедем. Лучше не брать здесь тогда. Да у нас в мегросе возьмем. Не знаю, сколько стоит вот этот набор. Но мне он понравился. Хочу взять свекрови свои. Подарок. А это сладости. Что это такое вообще? 11, 11 лир стоит. Халва 28 лир стоит. Халва на развес есть. В общем, резюме. Ехать ли в 5М в мегрос или нет. В общем, если вы таких же размеров, как и мы, с мамой, там, и такого же возраста, и хотите вот все-таки другого плана вещи, то нет. А если вы стройные, худенькие, интересует, допустим, кожа, в смысле сумки, очки, вот эти вот летние разные маечки, фигулочки, платицы, сальпанчики, то вот все сетевые магазины здесь есть. Я вам их показала. Ну, а мы здесь уже прогулялись. Сейчас едем в отель и потом хотим прокатиться на пляж. Это будет уже совсем другое видео. А на этом всем спасибо огромное. Как всегда, всем добра, удачи, позитива. Обязательно увидимся. Пока-пока.